Могилёшчина затекавлена у развития деловых связей с Индой. Отзначил старшиня был выконком Владимир Доманевский подчас встречи с надзвычайным и полномочным послом Индии у Республики Беларусь. Товарооборот помеж регионами мает добрую динамику, або два баки выказали намер развивать супрационерство. Протяг темы у Алены Милюшчанковой. Удельная вага товарооборота Могилёшчанского региона и Индии с 2012 года увеличилась амаль удвоя. И Могилёшчане ее, что пропоновать, как это лишь бы повеличить, зауважил Владимир Доманевский. У поширения рынка сбыта у Индии затекавлена белшина. Могилёшчина готова поставлять не только молочную хлебоболочную продукцию, а и, например, медицинские материалы. Мы сегодня готовы продемонстрировать индийской стороне наши сильные стороны в плане машиностроения, в плане развития продуктов питания, переработка сельскохозяйственной продукции. Мы готовы сотрудничать по этим направлениям. И мы уверены, что наши экономики могут дополнять друг друга. У приватности посла Индии особливо затекавила махчимость супрацовництва с предприемством «Технолит». Я очень впечатлен их заводом, технологией, которую они используют. Также они уже установили контакты с индийскими компаниями, но я тоже приложу усилия, чтобы помочь расширить их. Посол Индии познаёмся с умовами работы резидента у свободной экономичной зоны Могилёв. Керавник Могилёшины пропонувал налаживать больше тесные связи по меж регионами. Спадар Панкач Саксэна пообещал садзейничание у реализации этой идеи. Так само баки обмерковали махчимость творения у областного центра Индийского дворока. Зараз выбирают для его места. Проведение сусветного дня йоги, пленеры по живописи с уделом индийских творцев. А в ближайший час у Могилёвы плануется провести дни индийского кино. Алена Мельшанкова, Александр Артемьев, Новины региона.